Война идет уже больше года. И больше года назад были введены первые санкции против РФ. К нынешнему моменту они достигли такого масштаба, которого не было никогда. Основная идея этих санкций заключалась в том, чтобы Россия не могла производить новые вооружения, ракеты, боеприпасы, обмундирования для военных. Цель санкций была не в том, чтобы россияне без куку-колы вышли на улицы и свергли Путина. Нет. Люди, которые принимают санкции, плюс-минус понимают, как это устроено и понимают, что этого не может произойти. Цель санкций была именно в том, чтобы обескровить, во-первых, российскую экономику, а во-вторых, возможность России для производства новых снарядов, новых боеприпасов, бронежилетов, сапогов для армии и всего прочего. План был неплох. Но вот в чем проблема. Даже сейчас, в мае 2023 года, часть западных компаний продолжает поставлять России материалы, а то и готовую продукцию для военных целей. Нет, безусловно, санкции возымели свой эффект. И, например, у России не получается закупаться высокотехнологичным оборудованием, которое оно могло бы использовать для производства различных высокоточных ракет или для того, чтобы снимать с хранения современные российские танки. Однако все еще, даже сейчас, продолжают существовать компании, которые взаимодействуют с российской армией, продают им различные материалы, а то иногда и готовые продукты для снаряжения. И это большая, гигантская проблема. Одну из таких сетей, если хотите, вскрыло издание Insider. Точнее, они нашли и идентифицировали компании, которые прямо сейчас продолжают взаимодействовать с российской армией. Эти компании находятся на Западе. Эти компании находятся в Европе. Эти компании помогают российской армии убивать граждан Украины. И об этих компаниях сегодня и пойдет речь. Что производят, как поставляют и почему это до сих пор происходит. В сегодняшнем видео подробно это с вами разберем и попробуем ответить на главный вопрос, что с этим делать-то. Как сделать так, чтобы российская армия перестала получать необходимые ресурсы хотя бы от Европы. Многие там европейские политики говорят, вот Китай может начать чем-то помогать, значит Россия и прочее. Да зачем Китай, если до сих пор целый ряд компаний помогает российским производствам? И это гигантская проблема, которую нужно решать здесь и сейчас. И которую мы с вами можем помочь решить. Для распространения этого видео ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и поддерживайте на Патреоне или с помощью суперспасибо. Ну давайте с вами уже перейдем к расследованию Insider, которое я оставлю, ссылку на него я конечно оставлю в описании. Санкции против российских оборонных компаний до сих пор не мешают западным поставкам. Необходимое оборудование импортируют избежавшие попадания в санкционные списки военные подрядчики. Европейские бизнесмены продают товары российским фирмам, которые снабжают армию микросхемами для ракет, гильзами, взрывателями, солдатской обувью, бронежилетами, двигателями для боевых кораблей и так далее. Поставки, как обнаружил инсайдер, идут из Германии, Франции, Швейцарии, Венгрии, Словакии, Италии, Эстонии, Литвы, Австрии и Польши. Начнем с самого существенного, наверное, с ракет и их производства. Московское ООО «Стан» — это разработчик современных станков с числовым программным управлением, входящим в госкорпорацию Ростех. Несмотря на то, что Ростех находится под санкциями, немецкая компания «Ванспет Логистик» уже после начала войны поставляла «Стану» технологическое оборудование для литейного производства. Согласно базе Import Genius, поставки были осуществлены в июле 2022 года. «Стан» является поставщиком нескольких оборонных предприятий. В частности, компания осуществляла техническое перевооружение 123-го авиационного ремонтного завода, учредителем которого является Министерство обороны. Этот завод занимается обслуживанием самолетов военной авиации. Является «Стан» и подрядчиком корпорации «Тактическое ракетное вооружение», поставлял оборудование для ПО «Стрела», занимающейся производством противокорабельных ракет. Согласно базе данных анализа госзакупок, ООО «Стан» заключило 125 контрактов на общую сумму более 14 миллиардов рублей. Среди контрагентов выделяются ПО «ОДК Кузнецов», он выпускает двигатели для стратегических ракетоносцев Ту-160М, АО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод», единственный в России разработчик и производитель танков, АО «Никиэт», главная организация по утилизации атомных подводных лодок, АО «Адмиралтейские верфи», главный центр производства не атомных подводных лодок, а также АО «Концерн морское подводное оружие гидроприбор», производитель торпед и морских мин. Еще там есть АО «Корпорация Комета», входит в состав концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», занимается созданием космического эшелона российской системы ВКО. Уже после начала войны против Украины, полномасштабной войны полномасштабного вторжения первый замгендиректор Ростеха Владимир Артиков рассказал о важности поставок со стороны ООО «СТАН» для выпуска ракетоносцев Ту-160. Именно с них по Украине запускают крылатые ракеты Х-555. И вот с этой компанией продолжает сотрудничать указанная западная фирма. По крайней мере, делала это в июле 2022 года. Сотрудничает ли сейчас, у меня нет информации, однако важно на это обратить внимание. То есть вы видите, для производства ракет, для производства танков они поставляли им технологии. Технологии – это сейчас самое важное. Именно с помощью технологий Россия продолжает создавать свои боеприпасы, амуницию и технику. Но есть и на более низовом уровне. Например, на уровне солдатских сапог. Это тоже довольно важно. И перцы для российских солдат, опять же, производятся с помощью европейской помощи. Европейские поставщики буквально обувают российских солдат. Ростовская фирма «Донобувь» прямо на своем сайте сообщает, что является поставщиком Министерства обороны. Но «Донобувь» – это еще не западная фирма. Предприятие шьет военные берцы и в прошлом году полностью переквалифицировалось на выпуск продукции под нужды армии. На язычках берцев указана новая свастика, буква «З». Производственные мощности компании – это новейшее высококачественное немецкое оборудование, с гордостью сообщает «Донобувь» в своем каталоге. Как выяснил инсайдер, «Донобувь» поставляет из Германии также обувной клей. Известен конкретный отправитель и кожу. Опять же известен отправитель. А подошвы импортируют из Италии. Фирма, которая этим занимается, на ваших экранах. Извините, я просто эти названия вряд ли смогу правильно произнести. И итальянцы и немцы продолжили поставки в адрес «Донобуви» и после февраля 2022. «Саламандр» продает во время войны кожу и еще одному подрядчику Минобороны – АО «Компания Фарадей». Подошвы Фарадей получает тоже из Италии, от другой компании. И пластиковые колодки у Фарадея снова итальянские, от другой компании. Поставщики заклепок – также итальянские. Компания «Хавай, Италия» и сами «Экспорт». Стельки – тоже из Италии. «Кунил Компоненс» – из этой самой страны. Растворители – немецкая компания. 1,3 тонны кожи и шкур крупного рогатого скота производитель обуви для военных получил прошлым летом от канцерия Кервиния из Вероны. Другие поставщики Фарадея – словацкие фирмы «Экспорт-импорт» и монета «Эскаспул». Но помимо обуви, кто-то может сказать, ну обувь и обувь, ладно, не от одного места, так другого, хотя на самом деле без нормальной обуви воевать довольно проблематично. Поэтому, помогая России производить обувь для армии, вы тем самым эти западные компании помогают, собственно, России воевать. Но куда более важная история, это бронежилеты, с которыми у России большие проблемы. Как вы помните, после мобилизации люди брали кредиты на бронежилеты, а мобилизованным выдавали страйкбольные, которые вообще никакую пулю остановить не могут. Собственно, с решением проблемы бронежилетов России тоже помогают западные фирмы. Изготовитель бронежилетов для силовиков и военных АО «НПП-класс» вез фрезу из Италии от конкретного поставщика. Как вы видите на экране, это просто все все знали. Все знали для чего, для кого, что именно они поставляют. И это, конечно, неприемлемо. Собственно, поставка всевозможных компонентов для этого, это буквально помощь российской армии во войне, в полномасштабном вторжении, которое Россия ведет против Украины. Но также есть и важные истории, связанные с современными технологиями. Одна из важных деталей нынешней войны — это разведка и, собственно, позиционирование. Военное позиционирование, для чего нужно высокотехнологичное оборудование и работающие системы навигации. Одной из таких российских является ГЛОНАСС. И вот микросхема для ГЛОНАССа. Угадайте, кто поставляет. Давайте разберемся. АО «Информационные спутниковые системы» — это один из крупнейших подрядчиков госкорпорации «Роскосмос». ИС выполняет заказы по разработке и производству космических аппаратов в рамках развития системы навигации и позиционирования ГЛОНАСС и системы спутниковой связи «Гонец-М» в интересах Министерства обороны. ГЛОНАСС играет важную роль в обеспечении боеспособности вооруженных сил РФ. Система используется в высокоточном оружии, беспилотной авиации и на уровне оперативного управления войсками. В 2022 году на орбиту было запущено 9 космических аппаратов различного назначения, в том числе военного и двойного, ну, то есть и для военных, и для гражданских целей, произведенных ИСС, вот этой самой компанией. ИСС находится только под санкциями США, поэтому может свободно импортировать из Европы переключатели, которые используются в микросхемах бортовых системах управления ракет. Поставщик — Radial SA из Франции. Но здесь кто-то может сказать, окей, это космос, там, значит, двойное назначение, может быть, они не знали, может быть, они не в курсе, хотя, на мой взгляд, это не оправдание. То есть вы буквально помогаете российской армии. Но есть и куда более вопиющие, на мой взгляд, примеры, когда мы, например, говорим про взрыватели для градов и смерчей. Их поставляет французская же компания «Марчанте». Она во время войны снабжала российскую оруженную компанию «Курган-прибор» техническими изделиями. Французов не смущало ни то, что «Курган-прибор» официальный партнер концерна «Калашников», ни то, что владелец российской фирмы — это российский сенатор Сергей Муратов. Сам «Курган-прибор» попал в черный список С только в декабре. Но член Совета Федерации находится под персональными санкциями еще с марта прошлого года. Это не прерывало его бизнес-отношений с компанией «Марчанте». Сенатор Муратов, разумеется, поддерживает войну России против Украины. Тем более она ему лично выгодна. «Курган-прибор» — это производитель взрывателей для танковых выстрелов, сухопутной и морской артиллерии, ракетных систем залпового огня, то есть РСЗО, зенитно-ракетных комплексов. В частности, именно это предприятие поставляет взрыватели и механизмы для реактивных снарядов к РСЗО «Смерч» и «Град», которые часто применяют при ударах по гражданским объектам. И, собственно, с помощью тех поставок, которые осуществлялись со стороны западной компании, все это и могла фирма производить. Отдельная история с приборами ночного видения. Петербургская АО «Лома» — производитель оптических систем для военно-морского флота, военно-космических сил и сухопутных войск. Например, прицелов ночного видения «Маугли-2» и «Маугли-2М» для переносных ракетных зенитных комплексов. Полуактивной головкой самонаведения разработки «Лома» оснащаются и высокоточные управляемые снаряды «Краснополь». В ходе войны с Украиной «Краснополь» настолько хорошо зарекомендовал себя, что объем производства таких снарядов в 2022 году вырос в несколько раз. Поставщик «Лома» из Европы — эстонская «Маркер Нордик». Фирма из Сталина снабжала российского оборонного подрядчика волокона оптическими жгутами, промышленным клеем и другими материалами. Это довольно важная составляющая, и все это помогает России. Но и в совсем современных и передовых сферах есть сотрудничество западных компаний и российского министерства обороны. Семья главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, который ранее курировал закупки вооружения в Минобороны в качестве вице-премьера правительства, контролирует оборонного подрядчика АО «НТЦ Модуль». В частности, Миноборона закупала ускоритель нейросетей разработки «НТЦ Модуль». Электрическое же оборудование «Модуль» закупает в Швейцарии у фирмы «ЕТЭК» — «Интерконнект ЭйДжи». То есть, опять же, прямое сотрудничество. Есть еще один тип вещей, которые закупает российская сторона. Это, ну, по факту, надувные танки. Ну, то есть, какие-то надувные маскирующие изделия. Венгерская фирма «Алюминию Маргер ЗРТ» продает емкости для газа российскому предприятию «Рузбау» — производителю надувных макетов для армии. И, собственно, с помощью этих макетов российская армия создает ложные цели для того, чтобы Украина тратила снаряды на, собственно, ликвидацию этих самых целей. Конечно, российская армия по стрельбой по ложным целям больше запомнилось. Были много, я думаю, вы помните, мемов про «Хаймарс», которые разнесли в щепки. Потому что украинская сторона из дерева строила «Хаймарсы». Значит, такие ненастоящие. Россия по ним наносила удары и гордо отчитывала, что мы уничтожили все на свете «Хаймарсы». Причем, по официальным данным Министерства обороны, «Хаймарсов» в Украине уничтожено больше, чем туда было поставлено. Тем не менее, опять же, это помощь российской армии. Ну и напоследок, это двигатели для военных кораблей. Еще одни покупатели продукции из Европы — это олигархи Искандар Махмудов и Андрей Бакарев. Они контролируют АО «Коломенский завод», поставляющий Минобороны дизельные двигатели для военных кораблей. Части для двигателей типа «Д-500» «Коломенскому заводу» продает «Сипавак Айджи» из Швейцарии и еще одна компания из Литвы, а также компания из Австрии. Именно на базе дизелей типа «Д-500» предприятие производит двигатели для военно-морского флота. Ну, то есть, это важная составляющая российской ударной группировкой. Вы видите, что с помощью флота в том числе наносятся удары ракетами, например, ракетами «Калибр». И несмотря на то, что часть российского флота уже на дне, тем не менее, помогают всячески ему существовать и делать двигатели для них, в том числе и западные компании. Винтовые пружины «Коломенский завод» получает из Германии от одной из компаний, предохранительные клапаны от другой компании из Австрии. Части двигателей типа «Д-49» от компании из Польши. В итоге что мы видим? Мы видим, что несмотря на то, что уже год идет война, уже наложены санкции, многие компании даже после начала полномасштабного вторжения продолжали взаимодействовать с российскими компаниями, связанными с Министерством обороны, а некоторые взаимодействуют и сейчас. Из чего эта ситуация рождается? Во-первых, из того, что западные политики не до конца понимают всю систему, как устроено, какая компания с кем связана, и не накладывают на них санкции. Нужно, чтобы эти санкции были наложены, а во-вторых, нужно, чтобы бизнес нес издержки за работу с российским Министерством обороны даже опосредованно. Ну то есть вообще с работу с российским бизнесом, который может осуществлять производство чего-либо военного или двойного назначения. И я много раз говорил, что западные санкции действуют и работают. Они действительно существенно сократили российские возможности по производству различных видов вооружений. В том числе мы видим это на танках. Мы видим, что Россия расконсервирует очень старые танки не потому, что у нее нет более свежих моделей, а потому что они просто не могут их обслужить. Да, параллельный импорт работает, много чего работает, но такие объемы, которые нужны России для их военных потребностей, России не получается ниоткуда брать. И в этом для России большая проблема. Собственно, теперь нужно идти дальше, нужно перекрывать все каналы, которые обходят запреты. Нужно делать так, чтобы компании не могли поставлять России материалы, хоть для берцев, хоть для двигателей. Именно это будет самое существенное, потому что чем меньше у России будет возможностей производить те или иные вещи, тем меньше их будет на фронте и тем меньше будет эффективность российской армии. Особенно во всем, что касается обстрелов. Потому что современные ракеты для их производства нужно очень много деталей, Россия не может сделать их сама. Очень нужно много вещей, которые со стороны будут приходить. Поэтому Западу нужно сосредоточиться на том, чтобы эти компании перестали сотрудничать с Россией. Что с этим делать? Это надо публичить. Нужно, чтобы это было публично известно. Я лично знаю нескольких людей, которые занимаются в том числе в Соединенных Штатах и в Европе деятельностью, направленной на то, чтобы открыть глаза на схему параллельного импорта и на то, какие компании куда поставляют. Я нахожусь в контакте с такими людьми, и мы пытаемся эту тему как-то как можно шире освещать. Но нужно безусловное общественное давление и моральное давление, в том числе на эти компании, чтобы эти компании понимали, что они не просто осуществляют что-то плохое, они осуществляют чудовищный ужас, который помогает России убивать украинцев. Поэтому, если вы находитесь в одной из этих стран, вы можете написать и самой этой компании, и местным там вашим депутатам, правительству, руководству. Вы сами разберетесь, какие есть инструменты. Но очень важно подсвечивать и делать так, чтобы эта информация остановилась более публичной и более активно обсуждалась. Потому что все эти вещи, как поставка частей для, например, беспилотников «Орлан», которыми занимались компании в Соединенных Штатах, все это делает войну дольше и ужаснее. Ну, то есть Россия больше наносит ударов, у нее становится больше возможностей. Наша с вами задача, всех сейчас задача, это перекрыть эти каналы, сделать так, чтобы у России не было возможности производить ракеты, производить новые корабли, новые танки, новые бронежилеты, новые берцы, блин, в конце концов. И это одна из самых важных задач прямо сейчас. Помимо прочих, безусловно, мы с вами много говорим и про западные поставки Украине, и про персональные санкции, и много про что еще. Но вот в этой теме очень важно, чтобы люди обращали на это внимание и доводили это до людей, принимающих решения. Работать с Россией должно стать не то, что невыгодно. Работать с Россией должно стать уничтожающе для репутации этих самых компаний. Поэтому еще раз обращаюсь, помогите распространить этот ролик, донесите это до своих каких-нибудь руководителей. Я оставлю ссылку на статью инсайдера, вы можете ее, соответственно, пересылать и что-то делать. Не обязательно мой ролик, это не то, чтобы нужно прямо для него. Просто нужно, чтобы эта информация доходила до людей, принимающих решения, и чтобы Запад, в том числе Запад, он активизировал свои действия по пресечению всех параллельных маршрутов, всех маршруток поставок. Потому что каждая поставленная партия новых необходимых для России деталей, это больше и больше смертей в Украине. И этого нельзя никаким образом допустить. А с вами был Майкл Наки, и до скорых встреч. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok